ТЭЦ-3 Строительство первой очереди новой ТЭЦ-3 в Астане завершится в 2016 году. Об этом сообщают в Управлении энергетики столицы. Возведение новой теплоцентрали мощностью 280 гкал в час началось в 2010 году. По сообщению столичного управления энергетики в рамках строительства первой очереди ТЭЦ-3 планируется построить такие объекты, как водогрейная котельная, объекты топливоподачи, административные здания и инженерные сети. По информации энергетиков новая ТЭЦ-3 предназначена для обеспечения надежности электро- и теплоснабжения Астаны, а также для покрытия дефицита электрической мощности. В рамках реализации этих задач проводятся также работы по модернизации на двух уже существующих теплоцентралях. Так, например, будет введен котел номер 5 на ТЭЦ-1 с приростом мощности около 110 гкал и турбины номер 5 на ТЭЦ-2 мощностью 112 мегаватт. На реализацию 30 проектов рассчитывают сделать акцент власти Восточно-Казахстанской области. Все они будут реализованы в рамках карты индустриализации. Общая сумма анонсированных проектов – 535 миллиардов тенге. В числе запланированных объектов, например, строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов. Ввод обоих предприятий запланирован на 2017-2018 годы. Отмечу, технопарк подарит Усть-Каменогорску 4000 рабочих мест. Кроме того, ожидается, что в регионе также построят Актогайский ГОК стоимостью 334 миллиарда тенге. Также запланировано вскрытие долиного и обручевского месторождений полиметаллических руд. Как сообщается, на сегодняшний день для региона увеличено финансирование из республиканского бюджета в два раза на расширение геологоразведочных работ. Кроме того, в областном Акимате подчеркивают, что активное участие в направлении геологоразведки принимают и представители местных бизнес-структур. Что касается машиностроительного комплекса, то по ожиданиям руководства Восточного Казахстана дополнительный импульс с введением новых предприятий получит и эта сфера экономики. А руководство области привлекает международных экспертов для формирования всех необходимых условий для развития автомобильного производства. Так, например, известно, что на сегодняшний день консалтинговый гигант PricewaterhouseCoopers разрабатывает специальный мастер-план по развитию автомобилестроительного комплекса в регионе. Кроме того, инвестиционный интерес к региону проявляют бизнесмены из КНР. Подписан даже двусторонний меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Урджавском районе будет построен мукомольный комплекс, владение которым будет осуществляться на паритетной основе. Стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда тенге. При этом отмечается, что на строительство будут привлекаться инвестиции китайских банков. Также официальные лица Поднебесной отметили, что в скором времени Казахстан получит позитивный эффект от вступления во Всемирную торговую организацию. Я думаю, это очень важный шаг, чтобы получить больше, хороший доступ на мировой рынок. И это, я думаю, будет способствовать повышению конкурентоспособности товаров, именно которые сделаны в Казахстане. И это намного будет стимулировать экономическому развитию Казахстана. В АО «Кастрансуэл» сообщили о завершении реконструкции 19 километров участка Бирсингир от Асуна в магистральном нефтепроводе Павлодар-Шимкент. По информации компании, в рамках проведенных работ произведен монтаж нефтепровода, установлены устройства камеры запуска приема средств очистки и диагностики нефтепроводов и линейного узла. Стоимость работ составляет больше 4 миллиардов тенге. Казахстан-Китай И на этом у меня все. Мы продолжим следить за новостями корпоративного сектора. Оставайтесь на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова